Приветствую вас! Ключевым фактором является набор условий, при которых вы знакомитесь с мужчинами. Это первый и самый главный момент. Если вы пишете, что вам попадаются только женатые мужчины, значит, соответственно, вы знакомитесь в таких условиях, при таких обстоятельствах и в таких местах, где большая вероятность встретить именно женатого мужчину. Соответственно, вам необходимо для начала расширять географические области того, где вы знакомитесь с мужчинами. Соответственно, смотреть, где вы бываете сейчас, как вы проводите свое время сейчас и так далее, и смотреть, что вам интересно, и, исходя из этих интересов, уже определять для себя возможные места, где можно было бы встретить мужчин неженатых, или, по крайней мере, где вероятность их встречи была бы гораздо меньше. Далее, что-то заключается в том, что с тремя из женатых мужчин вы были в отношениях. И, безусловно, эти отношения, несмотря на то, что были для вас неприятны, они все же были, эти отношения. И, раз они были, значит, для вас это знакомо, для вас это изведено уже, и, подсознательно, вы, вероятно, боитесь попробовать для себя что-то новое, потому что, может, для поправки того, что неженатые свободные мужчины на вас внимания просто-напросто не обращают. И, подсознательно, вы боитесь получить отказ, и, соответственно, выбираете женатых мужчин, которые на вас обращают внимание, и с которыми вы будете чувствовать себя желанный, любимый и так далее. Ну, можно, в принципе, согласиться и с позицией коллеги, которая гласит, что вы боитесь брак. Но, если вы боитесь брака, то тогда, внимание, необходимо обратить на то, был ли у вас брак вообще. То есть, вот вы пишете, что вы с 77-го года расти, соответственно, был ли у вас муж, были ли вы замужем, и, соответственно, сейчас, вот если вы говорите, что последние несколько лет в вашей жизни появляются мужчины женатые, то, соответственно, был ли у вас для этого муж, если же да, то почему расстались, развелись с ним, каковы были причины, понимаете ли вы для себя эти причины, отдаете ли вы себе в них отчет и так далее. А если нет, если вы не были замужем, то, соответственно, возникает вопрос, почему вы не были замужем, что вам мешало это сделать, то есть, какие-то блоки, какие-то препятствия на вашем пути есть. Значит, ответ на ваш вопрос ключевой, значит, будет звучать так. Ваши подсознания, не вселенная, а подсознания, пытаются показать вам, что вы двигаетесь по неправильному пути. То есть, вот, некий такой привычный алгоритм поведения вы осуществляете, а, соответственно, для того, чтобы добиться ваших целей, нужны другие подходы, другое поведение. И здесь может быть и страх, что-то сказал коллега, здесь может быть и неуверенность в себе, здесь может быть и неправильное понимание своих потребностей, неправильное осознание их, осознавание неправильных своих потребностей. Здесь может быть и, значит, идеализация образа мужчины, которые вам нужны, потому что вы говорите, что я хочу гармоничных и зрелых отношений. Соответственно, вы какие-то понятия вкладываете в это, то есть, что для вас гармоничные, что для вас зрелые отношения. А главное, зачем и для чего они вам нужны. Что вы от них хотите получить для себя. Видите ли, каждый человек, в том числе и женатый мужчина, несет в себе определенный заряд. определенный заряд для того, чтобы реализоваться с вами. То есть, даже если мужчина женат, то он может переживать со своей женой кризис, и он может, в принципе, стать вашим мужем, если вы будете принимать человека таким, какой он есть. Но если вы не принимаете человека, или пытаетесь подогнать его под образ, под образ своих отношений, вот этих вот самых гармоничных и зрелых, о которых вы пишете, то очень может быть, что вы совершенно не обоснованно отсеиваете ряд мужчин, которые могли бы вам составить хорошую компанию, которые могли бы стать вашими подсорами. И если вам нужны, если вы говорите, что вам хочется гармоничных и зрелых отношений, то речь всегда идет о потребностях, а если речь идет о потребностях, то, соответственно, нужно сразу сказать, что потребности удовлетворяясь в своих отношениях, вам не стоит. Не нужно быть нуждающейся в отношениях с кем-либо. Быть нуждающейся с кем-либо в отношениях, она сейчас ставит себя в зависимых. И я полагаю, что вот эта вот нуждаемость и толкала вас на то, чтобы быть в отношениях с тремя одинаковыми мужчинами, то есть, по сути дела, не быть для них, для этих мужчин, единственной, единственной, значит, чего вы, по сути дела, и достойны. И вот какие у вас потребности? Что вами движет? Точнее, что вами двигало, когда вы встречались с женатыми мужчинами? И что вами движет желать гармоничных, гармоничных, гармоничных и зрелых отношений? Вот с этими моментами и нужно разбираться. То есть, ага, здесь нет никакой мистики, здесь нет никаких совпадений, здесь нет ничего аномального. Просто вы не осознаете какие-то свои желания, вы не осознаете какие-то свои мотивы. И вот мотивы как раз-таки и правильную реализацию этих самых мотивов вам и нужно понять. И тогда ситуация с женатыми мужчинами сама собой пройдет. Здесь понимается, что вам чем-то комфортно такая ситуация, когда вы встречаетесь или вам встречаются женатые мужчины. То есть, нужно понимать, что в этом есть определенная выгода для вас. Какая-то. Я не говорю, что это обязательно прям вот. Опознаваемая вами выгода, понимаемая вами выгода. Я не говорю, что вы специально к ней стремитесь. Но вот что-то для себя в этой связи с женатыми мужчинами вы определенно видите. И вопрос заключается здесь какая-то выгода. И, может, все идет из детков. Может, вы оттуда тянете в свою линию поведения. Может быть, это у вас травматичность при разводе. Быть может, что-то еще гадать можно долго. И реально причин очень может быть большое количество. Какие из них из этих причин ваши нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!